Михаил Шевляков Петербургские ужасы Глава первая. Таинственный гость. На Пантелеймоновской улице, в одном из больших домов, имеется маленькая в две комнаты квартира, в которой не уживаются жильцы. Причина — таинственное появление призрака. Вторая от входа комната обыкновенно отводится жильцами под спальню. По расположению кровать приходится ставить около двери. Ровно в десять часов вечера ежедневно в этой комнате появляется мрачный вид господин и скромно присаживается на край кровати. Минут через пятнадцать он также таинственно исчезает, как таинственно появляется, бесшумно, спокойно, не подчиняя никому ни малейшего вреда. Однако были случаи, когда этот непрошенный гость чуть не до смерти пугал людей, в особенности женщин. Чиновник Н, первый, заявивший сыскной полиции о существовании привидения, в этой квартире рассказывал следующее. На новую квартиру мы переехали только вчера утром. Вечером жена разбирала вещи, раскладывая их по капам и комодам, а я прилег отдохнуть. Вдруг в спальню открывается дверь и входит незнакомец. Не успел я у него спросить, что ему нужно, как он подходит к кровати, на которой я лежал, и садится у меня в ногах. Я невольно почувствовал какой-то страх и в первый момент не в силах был шевельнуть языком. Тем более было страшно, что я сам закрывал входную на лестницу дверь, потом был уверен, что извне никто в квартиру проникнуть не мог. Наконец! Я собрался с силами и спросил, что вам надо? Кто вы? Посетитель сидел неподвижно, понуро в свеси в голову и вытянул вперед руки. Кто вы? — повторил я, но ответ опять не последовало. Услышав мой тревожный голос из соседней комнаты, пришла жена и, увидев незнакомца, застыла в ужасе на месте. На ее крик прибежала прислуга и тоже оцепенела. Я начал читать вслух молитву. Осинил себя крестом, но привидение оставалось на месте, по-прежнему не обращая внимания на происходившее к вам. Можно представить мое положение. Лежать позади страшного призрака, боясь пошевельнуться, от одного сознания, полнейшей беспомощности, можно было умереть. Со словами «Да воскреснет Бог!» и расточатся враги его, я поднялся и дотронулся рукою до незнакомца, но материи не почувствовал. Вижу, что рука чуть не насквозь его прошла, а ощущение не малейшего. После этого я поспешил к жене и начал ее успокаивать. Дух продолжал сидеть, не изменяя позы. Когда мы все до некоторой степени освоились событием, незнакомец поднялся с кровати и вышел в открытую дверь, в соседнюю комнату, из которой прошел в переднюю, и пропал. Мы вместе, втроем не отходя друг от друга, начали осматривать затворы и замки входных дверей, а они оказались исправными и надежными, осмотрели всю квартиру, ничего подозрительного не нашли. Хоть незнакомец и скрылся, но мы не решились ночевать в этой страшной квартире и отправились ночлег в гостиницу. Путилин заинтересовался этим происшествием и поручил одному из агентов произвести следствие. Агент подготовил каких-то смельчаков отправиться на вечер в заколдованную квартиру, и на другой день подтвердил рассказ чиновника о появлении таинственного гостя. Разыскали прежних жильцов, спросили у них о привидении, но они отзвались полным невидением. При них никаких таинственных появлений не было, а жили они на квартире-то продолжительное время. Но после них тут же не было постоянных жильцов. Много раз служили молебны, перестраивали комнаты, чуть не ломали стены, чтобы избавиться от таинственного незнакомца, но он регулярно, изо дня в день, там появляется, возбуждая общие удивления. Глава 2. Тень помещика Когда-то в Екатерингофе процветал увеселительный уголок, основанный Егаревым, отцом известного впоследствии петербургского антропренера Егарева В.Н. Был устроен театр, на сцене которого подвязались цыгане и венгерский хор. Последний изобиловал хорошенькими певицами, имевшими весьма шумный успех среди посетителей. В одну из венгерских красавиц был влюблен какой-то тверской помещик. Пожилой, но очень богатый и траватый. Он приезжал в Петербург чаще, чем требовали-то дела, и проживал в нем дольше, чем было нужно. Короче говоря, венгерка вскружила ему голову настолько, что он начал умолять ее бросить хор и поселиться у него в имении на правах хозяйки. Венгерка ссылалась на свою зависимость от подруг и товарищей, с которыми связано честным словом. И это честное слово будто бы обязывало ее ни под каким видом и ни при каких обстоятельствах не разлучаться с хором, который, мол, только и держится прочностью отношений его членов. Однако помещику удалось склонить несговорчивую красавицу. Она согласилась на побег с ним, но под условием денежного обеспечения. В один прекрасный вечер он привез ей солидную пачку денег и сказал, что этот капитал он вручит ей в дороге. Кончилось концертное отделение. Помещик вышел из театра и направился к ожидавшей его тройке сытых ложадей. Через несколько минут рядом с ним в экипаже поместилась венгерка, и экипаж помчался по московскому тракту в Вышневолоский уезд. Через три дня путешествия несчастный помещик был найден убитым в лесу близ Вышнего Волочка. Пока шли розыски, довелось следствие, венгерский хор почел за лучшее убраться по добру-поздорову на свою далекую родину. Вместе с ним умчалась очаровательная красавица, которую увез помещик к себе. С того самого дня, как нашли помещика убитым, в портере Екатеринговского театра каждую ночь стала появляться тень покойника. Обыкновенно она бесшумно входила в одну из дверей, пробиралась в первый ряд и садилась на крайнее проходу место. Призрачный помещик подолгу в упор смотрел на сцену, как бы напрягая все свое внимание к воображаемому представлению, затем аплодировал, коротко, но звучно, и исчезал до следующей ночи. Все служащие в Екатерингове, в конце концов, до такой степени жили с призрачным помещиком, что не стали обращать на него внимания. А тревоги и помину не было, тем более что тень вела себя весьма благопристойно и скромно. Когда, бывало, в роковой час кто-нибудь встречается с ней в коридоре, то отходит в сторонку, давая ей дорогу, она приветливо кивает головой и спокойно проходит дальше по направлению к театру. Дошло даже до того, что сторожа стали с тенью раскланиваться и не без фамильярности говорить ей, но пошла бродить, ох ты, горемычная душа! Лет двадцать бродила эта тень по Екатеринговскому вокзалу, и только тогда прекратились с ней сведения, когда сцена Екатеринговского вокзала была предана уничтожению. Глава третья. Чёртова музыка В шестидесятых годах построен был нарядный деревянный домик по Флюгову переулку на Выборгской стороне. Домик уютный, тёплый, а жильцы в нём не уживались. Много-много кто выживет в нём две недели, а другие так через день, через два из него убирались. Хозяин дома чуть не плакал, деньги на постройку затрачены, а жильцов не находится. — С чего вы выезжаете? — справлялся он у своих жильцов, менявшихся по неску в месяц, и все в голос отвечали. — Да разве тут можно жить, коли чертовщие насиливают? Что такое? В чём она проявляется? Ни днём, ни ночью от неё нет покоя. Такая музыка по всему дому раздаётся, что от страха глаза на лоб лезут. Чтобы проверить жалобы жильцов, домовладелец сам переехал в свой дом и тоже недолго в нём пожил. Через неделю и он освободил квартиру, не зная, к чему приписать странные явления, происходившие в этом доме. Действительно, творилось что-то страшное. Не только ночью, но даже среди белого дня нечистая сила выла, стонала и хрипела на весь дом. Что-то дикое, зловещее слышалось в этой чёртовой музыке, особенно страшной и неугомонной ночью. Довели об этом до сведения полиции, которая стала следить за всеми близкими к нему людьми, начиная с подвального жильца, какого-то обнищавшего мастерового, до дворника включительно. Не проделывает ли, мол, кто-нибудь из них эти шутки? Но ничего подозрительного ни за кем замечено не было. Слухи о заколдованном доме распространились по всему Петербургу. Как всегда бывает, нашлось немало праздных любителей городских происшествий, которые толпами стали собираться во флюгов переулок, чтобы поглазеть на диковинную постройку, облюбованную им чистой силой. Разумеется, дело дошло до сведений сыскной полиции. Путилин сам взялся расследовать это дело и найти виновников чертовщины. Благодаря своему огромному опыту он сразу напал на след. Прежде всего были вытребованы для допроса плотники и печники, работавшие при постройке этого дома. — Ваше круг дело? — спросил их Путилин. — Те, разумеется, стали запираться. Знать ничего не знаем и ведать не ведаем. С чертями дружбы не ведем и ничего общего с ними не имеем. — Отлично! — сказал Иван Дмитриевич. — В чертей я тоже не верю. Но о проделках мастеров кое-что знаю. Чертей, конечно, никаких в доме нет. И чтобы прекратить о них толки в городе, я заставлю вас даром дом этот разобрать и снова его построить. Нечего было делать. Пришло спичникам признаваться, что чертова музыка действительно устроена ими, которое они взялись устранить в один день. — Зачем она вам понадобилась? — интересовался Путилин. — А мы ее устроили за хозяйскую обиду. — Обидел он нас. Не рассчитался так, с нами как вываривался. На другой день разломали печь и вынули из кладки ее десяток различной величины стеклянных бутылок. Эта посуда была замуравлена в стенке печи и труб таким образом, что открытые горлышки выходили вовнутрь трубы. И вот при сильной тяге воздуха в печах ветер дул прямо в отверстия бутылочных горлышек и вызывал этим различные звуки. Похожие то на ужасающий вой, то на зумненный стон. Разумеется, когда эту посуду вынули, а печи и трубы замазали, нечистая сила разом пропала, и уж никого никогда не беспокоила. Хотя, впрочем, долгое время не находилось в отки жильцов, потому что слухи о заколдованном доме распространены были по всему городу. И нужно было быть очень отважным, чтобы водвориться на жительство в такой дом, который успел приобрести печальную популярность. Глава четвертая. Коломенский звонарь. В Коломне построили дом для рабочих известного Бердова завода. На дворе был поставлен столб с нишей наверху, под которой повешен был колокол, необходимый атрибут рабочего района. По удару в колокол рабочие отправлялись на завод, возвращались с работы, уходили обедать и так далее в обыкновенном порядке. Колокол был достаточно большой, так что звон его был слышен на большом пространстве. Вдруг в одну прекрасную ночь колокол зазвонил сам, произведя сумма ток среди рабочих, поднявших со сна в неурочное время. Приписав это к неуместной шутке какого-нибудь проказника, сначала пропустили этот случай без серьезного внимания. Но когда на следующую ночь звон снова повторился, стали добираться до виновника. Несколько человек подошли к столбу и нашли, что веревка от колокола висит свободно, а мерный звон продолжает раздаваться. Что за чудеса! На третью ночь были приставлены к столбу сторожа. Веревка плотно привязана к крюку, а колокол продолжал звонить сам собой. Этот таинственный звон перепугал всех коломенских обитателей. Весь город о нем заговорил. И стали расходиться по Петербургу всяческие нелепые догадки и предположения. В обыкновение уношлось множество досужих людей, которые целыми ночами толпились возле колокола и с недоумением пожимали плечами. Стали толковать, что колокол этот потому звонит сам с собой ночью, чтобы-то бы украден он был из какого-то бедного монастыря. Другие придумали комбинацию более замысловатую, пустели из слух, что колокол этот когда-то был на деревенском погосте, и под звон его хранили колдуна. С тех пор колокол стал по ночам стонать. Чтобы покончить с праздными толками окрестного люда, колокол отсняли и на его мест повесить другой, новый. Но и этот стал звонить по ночам. Тут ж панический страх обуял всех, и в особенности заводских рабочих. Нек добро, твердели они, и стали с ужасом ожидать какого-нибудь несчастья. Вскоре, однако, когда уж собирались срыть, столб и колокол заменить чем-нибудь другим, выдала светлая лунная ночь. Зазвонил колокол. Сторож подбежал к столбу и стал вглядываться наверх. Через несколько минут внимательных наблюдений он замечает, что на самой вершине столба, под навесом устроенным для защиты колокола дождя, сидит какое-то чучело. Сторожа бросил в дрожь. Он и решил, что там гнездится нечистая сила. Он начал шептать молитвы, не помогает. Нечистая сила покачивает спокойно колоколе и позванивает, внушая суеверный страх всем, до кого доносится звон. Сторож подобрал полы своего традиционного дворинского тулупа и бросился опрометью к рабочим. Братцы на колокольне нечистая сила, сам видел. Вскочили рабочие и побежали к месту происшествия, взглянули кверху. Действительно какое-то чудище. Раздобылись управляющего ружьем, нашелся умелый стрелок, и удачный выстрел свалил таинственного звонаря. Что же оказалось? Это была огромная сова, повадившаяся прятаться по ночам под колокольную нишу. Тяжестью своего тела она приводила в движение колокол, и должно быть делано это нарочно, из любви к колокольным звукам. Глава пятая. Вольтер. В начале 70-х годов в Петербурге заговорили, что в публичной библиотеке творится что-то неладное. Каждую ночь по обширным залам библиотеки ходит белая тень. Сторожа, встречавшийся по ночам с этой тенью, говорили, что ведет она себя крайне благопристойно, бродит по библиотеке тихо, бесшумно, никого не трогая и далее не обращая внимания на встречавшихся. Людская молва решила, что тень — это оживающая ночью статуя Вольтера, находящаяся в зале барона Корфа. Такой слух, конечно, не мог не возбудить общественного интереса, и в библиотеку стали стекаться любопытные для осмотра гипсовые злояне, показывающие неслыханные чудеса. Эти рассказы охотно верили сами сторожа, иначе бы они устроили баблаву на таинственного ночного посетителя. Обоживающие статуи Вольтера стали так много говорить, что Паутилен предложил заведующему библиотекой обратить серьезное внимание на слухи и вывести из заблуждения публику, которая по мгновению в своих предположениях в конце концов дойдет до геркулесовых столбов. Примечание. Выражение «дойти до геркулесовых столбов» значит вообще впасть в неразумные крайности. А здесь подразумевает, что публика будет строить абсурдные предположения и распространять нелепые вымыслы. По сведениям, которые предоставляет сегодня российская национальная бывшая публичная библиотека, за 19 месяцев работы в библиотеке немецкий богослов Алоис Пихлер 1833-1974 годы похитил 4478 книг и 427 гравюр религиозного и светского содержания. Вместе с книгами он выкрадывал из каталога и карточки этих книг и уничтожал их. Пихлера пригласили в Россию в 1869 году. Как автор работ по православию ему предоставили должность сверхштатного старшего библиотекаря в богословском отделении публичной библиотеки и жалование от Министерства внутренних дел. Увлеченный в кражах, Пихлер был уволен со службы в марте 1871 года и предан суду. Суд приговорил его к ссылке в Тобольскую губернию. Конец примечания. Внимание было обращено и заведовавший в то время иностранным отделом библиотеки собольщиков обнаружил пропажу дорогих и редких книг, а также и ценных гравюр. Это открытие не могло быть, конечно, не связанным с прогулкой по ночам статуи Вольтера, и тотчас был отдан приказ сторожам о поимке тени, ворующей библиотечные драгоценности и, очевидно, понимающей в них большой толк. Однако, как пропажа книг обнаружилась, тень эта к общей досаде изжуевших по целым ночам сторожей исчезла без следа. Вольтер не стал оживать, но книги пропадать продолжали. Стали очень строго следить за всеми лицами, имевшими свободный доступ в отделении библиотеки. Через некоторый промежуток времени, когда бесплодные дежурства строжей были отменены, виновник пропажи книг был обнаружен. Он оказался знаменитым германским ученым Пехлером, как-то надевая на него пальто, швейцар случайно нащупал на его спине книгу, спрятанную под сердуком. Его задержали, обыскали и улечили в краже. На квартире у него нашли более пятисот экземпляров, похищенных из публичной библиотеки редких книг. При следствии Пехлер признался, что белой тенью по библиотеке бродил он. Его судили и сослали в одну из северных губерний. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...